Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Абсалямовский комбинат стройконструкции и материалов в Татарстане находится на грани закрытия. Отопительный сезон в Республике Коми под угрозой срыва. Абсалямовский комбинат стройконур. Рустам Мениханов направил вице-премьеру Марату Хуснулину письмо, которым сообщает, что Абсалямовский комбинат стройконструкции и материалов на грани закрытия. Комбинат расположен в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан и является экономическим центром района, в котором проживают более 21 тысячи человек. На самом комбинате работает более 500 человек. В числе прочей продукции комбинат поставляет железобетонные утяжелители нефтяным компаниям. Об этом сообщает агентство РБК. Тот же источник информирует о возникающих рисках срыва отопительного сезона в Республике Коми. Коми тепловая компания КТК, региональный поставщик теплоснабжения, не получает в достаточном количестве уголь для отопления городов и поселков. «Надеемся, что русский уголь и РЖД услышат нашу просьбу об организации своевременной поставки оплаченного топлива для котельных, расположенных на территории Коми», заявил РБК руководитель КТК Николай Титов. Напомним, что Республика Коми находится на севере России и даже в ноябре температура там может опускаться ниже 30 градусов по Цельсию. Отметим также, что Коми – угли, газа и нефтедобывающий регион. После этого обращения Федеральной антимонопольной службе ФАС и Минтрансу совместно с РЖД поручено рассмотреть проблему и представить свои предложения. Возникли обе эти ситуации в связи с нарастающим дефицитом грузовых железнодорожных вагонов в России. Лента.ру напоминает, что дефицит вагонов в России возник еще весной. Одной из главных причин стал рост экспорта угля, рост перевозок щебня, а также проблемы с технологическим обеспечением перевозок. С диспетчеризацией. Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что решить проблему дефицита вагонов раньше, чем ко второй половине 2022 года не получится. Объем дополнительного спроса на полувагоны еще в июле этого года оценивался более чем в 50 тысяч единиц, отмечает сайт gudok.com. Рынок все разрулит, говорили нам сторонники капиталистического пути развития в конце 80-х. Что ж, прошло более 30 лет и мы отчетливо видим, как разруливает рынок. Он действительно решает проблемы. Проблемы капиталистов. За счет народа. Возник дефицит чего-либо? Надо повысить цены на это. Вот так разруливает рынок. И действительно, как только возник дефицит вагонов, немедленно взлетели цены на аренду дефицитных вагонов, а следовательно и доходность перевозок. Вагончики тронулись. С удовлетворением отмечает газета «Коммерсант» в номере от 6 декабря. То, что это неизбежно вызовет очередной виток повышения цен на все товары, товары для конечного потребителя, господ коммерсантов не волнует. Собственно и то, что в какой-то там коме может замерзнуть несколько сотен или тысяч человек. Господ бизнесменов тоже не волнует. Они не вписались в рынок. И изменить эту поистине бесчеловечную систему способен только рабочий класс. Только подъем борьбы рабочего класса, особенно забастовочной борьбы, может несколько отрезвить денежные мешки и заставить их вспомнить, что деньги они добывают из труда людей. Второй раз в истории России решить ее судьбу должны рабочие. Мы призываем их быть достойными своих прадедов в далеком 1917 году. С вами был Веркутов Марк. С коммунистическим приветом из Малой Вишеры.